Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола. Вы помните Зеленского на инаугурации, подтянутого, с горящими глазами, подпрыгивающего и целующего Лысову в лысину, а потом бодренько дающего команду парламенту «Работать, суки!». Где этот энергичный лицедей? Почему сейчас на его месте сидит обрюзгшее чмо с толстыми щеками и тусклыми глазами, не смешной и предсказуемой, а подтянутым и помолодевшим вижу Порошенко. Потому что у него есть идея. Потому что ЕС – единственная идеологическая партия, ориентированная на ценности западной демократии. До этого идейными были только Рух, а остальные – популистки-однодневки или апологеты Рудского мира. Ты проиграл, Вова. Полтора года назад ты разогнал парламент по причине, взятой с потолка, из-за низкого доверия. Сейчас к нему доверие намного ниже, поэтому следующим шагом должен быть распуск рады и новые выборы. И если ты просто обрюзг и забронзовел, то смотреть на опухшего с грязной головой небритого Корниенко и вырванного из контекста Арахамию в этом сборище корабельных сосен уже нет сил. Гоу-хоум, Вова. Ты победил только в кривом роге. Там твое место. Возвращаясь к выборам, Климкин назвал их бардаком, а по мнению ОБСЕ, опрос Зеленского создал неправомерное политическое преимущество для партии власти. Да какое там преимущество? Если и вручать премию Дарвина этого года, так это политтехнологам Зе за такую провальную идею. Зеленые еще трепыхаются, но уже едут с ярмарки и с каждым днем будут становиться все токсичнее. Поэтому нужно переключиться на ОПЗЖ и ее молодежное крыло в лице шерьевцев, ибо часть избирателей уже бежит с Зеленого Титаника на любезно предоставленные балалайни-шлюпки Рудского мира. В них и нужно целиться. Кличко побеждает в первом туре. Гуд. Киев порадовал по всем параметрам. На эту минуту 77,12% обработанных бюллетеней, Кличко 50,91%. И между тем, в столице более 10% любителей совка. Граждане, если в молодости у вас была хорошая эрекция и вкусный пломбир – это не заслуга СССРа. Хотя, кому я взываю? А маски надо на телевизоры надеть. Нардеп Батькивщины Власенко о выборах. Низкая явка искажает волеизъявления и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными. Кстати, где? Где эта повелительница пенсионеров? Гроза мужчин. Багира политических джунглей. Актриса инвалидных колясок. Ау! Ау! Так приходит забвение. Венедиктова подгоняет ДБР, Набу и САП с посадкой топ-коррупционеров. Дала им на это два месяца. Никак Порошенко не посадите болезные. После этих выборов ловить вам уже нечего. И если у всех этих набушных ДБРов осталось хоть элементарное чувство самосохранения, они должны завести дела на саму Венедиктову и кодло-квартальщиков, получивших должности по коррупционным схемам зеленого беспредела. Все ходы записаны, господа присяжные заседатели. Изя, а шо такое позитивный контент? Это таки, Сема, когда кто-то в сети пишет хорошую новость, а все ей радуются и делятся друг с другом. А, я понял. Это типа, когда венок на Яныка упал, зеля выборы проиграл или генпрокурор безуспешно пытается посадить Порошенко. Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области. Не собираюсь огульно костерить власть. В данном случае абсолютно правильный шаг. Как только мадьяры, рудские и другие чувствуют нашу слабость, садятся на шею. Для Украины лучше, если на выборах в США победит Байден. Климкин. Украина – субъект международной политики, поэтому не вмешиваюсь в американские выборы. Осталась неделя. Победит демократия. Верю в мудрость американцев и США как главного стратегического партнера Украины. Азербайджан взял под контроль очередные несколько сел и город в Карабахе. Баку долго готовился к возврату территорий, и это стало возможным, когда совпали два фактора – измотанность российской экономики и возросшая мощь Анкары. Карабах продемонстрировал отсталость военной науки и армии РФ по сравнению с Турцией. А нам нужно делать ставку на США, собираться силами и готовиться к постепенному возврату своих земель. Лучше бескровным путем. Но всякое может случиться. И да, не с этим президентом. У японцев существует теория, когда каждое общество переживает волну трех поколений. Первое – строит фундамент. Второе – паразитически пользуется плодами первого. Третье – разрушает всю постройку, для того, чтобы следующее первое поколение создало новую на более высоком уровне. Итак, по спирали. Мы сейчас пытаемся изгнать паразитов, которые приписывают себе заслуги предшественников и одновременно разрушают достигнутое. Потом нам опять строить фундамент. Качаться в комфортном гамаке успешной Украины будут уже наши внуки. Сэ-ля-ви. А кем ты хочешь работать, когда вырастешь? Ты сейчас так много мерзких вещей мне сказал. Шутка. Шануймося, бандеревти. Шутка. Шутка. Субтитры создавал DimaTorzok